МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании САМПА. В студии Максим Алиев. И сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Не отправлен в отставку правительство Республики Карелия, а сужен состав правительства Республики Карелия до 11 человек. Быстрее решать вопросы, эффективнее расходовать средства. Основные цели реорганизации карельского правительства. Льготные категории граждан, которые имеют право на пониженный размер арендных платежей по кадастре и стоимости, должны определяться законом. Доходы в бюджет увеличатся, а чиновники не смогут контролировать цены на землю. В Карелии вступил в силу новый закон о земле. Тут нет учебников, тут учитель объясняет. Приходит преподаватель из Петергоу. Не дня без знаний и на каникулах. В Петрозаводске работает летняя математическая школа. Два человека погибли сегодня утром в дорожной аварии в Петрозаводске. В 6 часов утра автомобиль, двигавшийся на большой скорости по улице Зайцево в направлении к центру города, наехал на бордюрный камень по правой стороне дороги. В результате машина снесла металлическое пешеходное ограждение, перевернулась, подлетела на высоту до 4 метров, врезалась в дерево и опрокинулась на крышу. В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир автомашины. Из-за высокой скорости и резкого удара один из погибших вылетел из машины на тротуар. В настоящее время установлена личность одного из участников аварии – 26-летнего собственника автомобиля. Его уже опознали родственники. Кто именно находился за рулем в момент аварии, еще предстоит выяснить. Правительство Карелии не отправлено в отставку, подчеркнул сегодня руководитель администрации главы республики, комментируя появившиеся слухи о перестановках в республиканских эшелонах власти. Напомним, накануне Александр Худиланин подписал постановление, согласно которому внесены изменения в структуру органов исполнительной власти республики. Любовь Трофимова подробнее. Согласно новой структуре правительства, сливаются Министерство строительства и Комитет по ЖКХ и энергетике. У них смежные задачи и объединение позволит быстрее решать общие вопросы и тем самым минимизировать расходование бюджетных средств. По сути, на это же направлено и создание двух госкомитетов по туризму и транспорту. Обе отрасли, подчеркивают, в правительстве важны для развития экономики Карелии. На сегодняшний день мы знаем о том, что ведутся различные переговоры на различных площадках по поводу развития транспортной инфраструктуры, как дорожной, как авиа, так и железнодорожной, в том числе и водной составляющей. И, конечно же, в этом отношении хотелось бы, чтобы концентрация усилий данного комитета. Указом главы утвержден и новый состав правительства. Известно, что вместо двух первых замов у руководителя региона останется только один. Из состава правительства выведены министры по спорту, образованию, культуре, национальной политике, сельскому хозяйству и труду, а также семь руководителей госкомитетов, управления и инспекции. В итоге, вместо 26 в составе правительства отныне будет 11 человек. Не отправлено в отставку правительство Республики Карелия, а сужен состав правительства Республики Карелия до 11 человек. В состав данного правительства входят руководители органов исполнительной власти, которые непосредственно подчиняются главе. В ряде СМИ уже прошла информация о том, кто конкретно покинет свои постряты. А в правительстве данную информацию опровергают. Кадровые решения пока не приняты. Это будет сделано в ближайшее время. Строительная компания «Техпромстрой» — собственник бывшей поликлиники, которая была практически снесена в минувшие выходные, готова вести переговоры с администрацией города и Министерством культуры Карелии и заинтересована построить новое здание в кратчайшие сроки. Об этом журналистам рассказал на пресс-конференции гендиректор фирмы. За все время, что длится скандал, по словам собственников, никто из официальных лиц не предложил встретиться с ними и провести переговоры. Журналистам показали проект новой постройки. Он прошел госэкспертизу и предполагает сохранение исторических фасадов, за которыми будет скрыто современное здание из стекла и бетона. В здании бывшей поликлиники выявлены объект культурного наследия, но он не внесен в федеральный реестр. И эту работу мэрия сейчас, по словам адвоката фирмы, спешно проводит. Объектом культурного наследия являются только фасады на сегодняшний день, которые мы и не трогаем. Но в то же самое время последнее письмо Министерства культуры говорит о том, что они теперь считают, что раньше они нам согласовали это ошибочно. Их такой проект не устраивает. А что нужно делать в такой ситуации, они нам не говорят. По словам гендиректора фирмы, уже долгое время по неизвестным причинам мэрия не согласовывает проект. Более того, строителям стало известно, что помещение, принадлежавшее администрации города, 68 квадратных метров, мэрия желает выставить на торги. Еще в 2006 году с прошлым руководством города был подписан договор о совместной реконструкции, однако новая власть его почему-то расторгла. Компания готова провести публичные слушания и обсудить проект с жителями. Как сообщили предприниматели, вывешивать счетовой баннер ко дню города, чтобы скрыть руины от глаз туристов и гостей, они не намерены. Для всех, кто хочет купить, продать или взять в аренду земельный участок в Карелии, есть новость. Отныне, согласно новому закону, базовые ставки для расчета арендной платы отменены. Плата за землю будет определяться органами местного самоуправления одним из трех способов. На основе кадастровой стоимости, по результатам торгов или по рыночной стоимости участка. Подробнее расскажет Максим Смирнов. На брифинге в республиканском правительстве министр юстиции Константин Этингов рассказал, что аналогов карельскому закону в России нет. Министр подчеркнул, что этим законом чиновник полностью выведен из процесса определения размера арендной платы и условий предоставления земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам. Коэффициент платы будет устанавливаться органами местного самоуправления в рамках разрешенных законодательством. Также Константин Этингов раскритиковал работу кадастровой палаты. К сожалению, та кадастровая оценка, которая произведена на сегодняшний день в республике, сделана федеральными органами, соответствующей кадастровой палатой, она, честно говоря, сделана как-то очень интересно. Ну, например, стоимость участка, например, для дачного строительства в Кемском районе, в Коливальском районе в 10 раз выше, чем в Прионежском. Кадастровую оценку по закону можно проводить не чаще, чем раз в 5 лет. Кроме того, органы местного самоуправления должны поспешить утвердить размер процентной ставки. И если он не определен, то по закону плата будет рассчитываться по максимальным процентам от кадастровой стоимости. Еще в законе четко прописано, кто имеет право на льготы. Льготные категории граждан, которые имеют право на пониженный размер арендных платежей по кадастровой стоимости, должны определяться законом, то есть законодателями. И этот исключающий перечень, исчерпывающий перечень, он в законе содержится. Важно, что для инвесторов также определены льготные понижающие коэффициенты. По словам министра, местные бюджеты могут значительно пополниться благодаря принятию нового закона. Если ранее вся республика имела с земельных сборов около 100 миллионов рублей в год, то теперь эта сумма увеличится в разы. Также закон призван стимулировать граждан выкупать землю в собственность. Сегодня арендная плата меньше, чем земельный налог, который берется с собственника. Новые правила призваны уравнять арендаторов и собственников по оплате. Полностью закон опубликован в газете «Карелия». Ситуация с пригородными пассажирскими перевозками на северо-западе выравнивается, но все еще остается напряженной. К такому выводу пришли сегодня участники очередного заседания Межрегионального координационного совета Северо-Западного федерального округа. Переговоры по самым острым вопросам постоянно ведутся между железной дорогой и руководством субъектов округа. Не стало исключением и сегодняшняя видеоконференция. Одним из самых насущных вопросов вновь стала проблема убыточности многих пригородных перевозок в северо-западных регионах и возмещения убытков железнодорожникам из региональных бюджетов. Собравшиеся в том числе главы Северной, Октябрьской, Калининградской железных дорог, а также чиновники в очередной раз согласились, что сохранить убыточные, но социально важные пригородные поезда необходимо. Для этого многие северо-западные регионы изыскивают средства для возмещения убытков РЖД. По словам помощника полпреда по северо-западному федеральному округу, ситуация начинает выправляться. Если в 2011 году регионы выделили компанией РЖД 124 миллиона рублей, то в прошлом уже без малого 300 миллионов, а в этом году цифра вырастет почти до 350 миллионов рублей. Одним из самых активных в этой работе регионов названа Республика Карелия. Напомним, еще год назад между республиканским правительством и руководством Октябрьской железной дороги было подписано соглашение о сотрудничестве, которое остается гарантом сохранения пригородных железнодорожных перевозок. Сегодня в Карельском парламенте прошли публичные слушания по проекту отчета об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. В обсуждении участвовали представители исполнительной и законодательной власти, а также заинтересованная общественность. На слушаниях побывала и наш корреспондент. Бюджет республики продолжает оставаться дефицитным. Доходы приблизились к 27 миллиардам рублей, а потратила республика 29. Среди основных причин – недопоступление налога на прибыль. Вместе с тем удалось сохранить и своевременно выполнить все социальные и долговые обязательства. И, что немаловажно, увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы. Заместитель министра финансов Алексей Максимов подчеркнул, что 2012 финансовый год был закрыт без задолженности по выплате зарплат. Счетная палата провела проверку 26 республиканских министерств и ведомств. Именно они – главные администраторы бюджетных средств. По итогам проверки были выявлены недостатки и нарушения. Постоянное представительство Республики Карелия при президенте Российской Федерации, что нас крайне удивило, уже второй год нарушает сроки предоставления отчетности финансовой. Как выяснилось, требования по бухгалтерской отчетности нарушают и Министерство образования, и Министерство сельского хозяйства, и Минздрав. В целом, счетная палата подтвердила исполнение республиканского бюджета по расходам, доходам и дефициту. Руководитель контрольного ведомства также отметила, что бюджет сохраняет свою социальную ориентированность. Общий объем расходов на социалку составил четверть потраченных средств. На образование пошел почти 21%, а на здравоохранение – 18,3%. Добавим, что потратить все бюджетные деньги в прошлом году мы не сумели. К казне осталось почти 2 миллиарда неиспользованных рублей, а государственный долг вырос почти на 33% по сравнению с 2011 годом. Вопрос об информационной открытости органов власти по-прежнему остается насущным. Сегодня его рассматривали на заседании Координационного совета при главе Карелии. По противодействию коррупции интернет-портал должен быть легкодоступным, а его содержание – понятным. На деле это не всегда так. Каким образом решается проблема? Смотрите в нашем следующем сюжете. Распространенная проблема. Пользователь не может найти нужную ему информацию об органах власти. Она, безусловно, есть, как говорят представители власти, но до нее надо докопаться. Технически уже все решено. Проблема в содержании. Но теперь общаться с государственными органами населения сможет и в новом колл-центре. Где будут специальные сотрудники этого государственного бюджетного учреждения отвечать на вопросы граждан? Граждан по своей компетенции. Или сразу, или через некоторое время. Открыть колл-центр в Петрозаводске планируют 1 октября. Телефонное интернет-обслуживание граждане смогут получить 12 часов в день всю неделю, кроме воскресенья. Также на заседании рассмотрели организацию работы по противодействию коррупции в Прионежском районе. Меры для того, чтобы информация была доступна всем, здесь принимаются. Но все же есть недоработки. Один из главных вопросов, который всегда является конфликтным по Прионежскому району, вполне естественно, потому что рядом большой город, да, значит, это земля. Ну так откройте вы эту информацию. Это ведь вам же только в плюс пойдет. Просто подумайте, как технически решите. Руководство района администрации пообещало работать более оперативно. Например, подавать информацию о человеке, который берет муниципальную землю в аренду, сразу же не дожидаясь регистрации договора аренды. Изношенные дороги, отсутствие спортивных площадок, скудное оснащение сельских амбулаторий. Эти и другие проблемы жители Прионежья планируют решить с помощью создаваемого в районе общественного комитета по реализации послания президента. Подобные объединения уже работают в Петрозаводске и ряде районов Карелии. На первом заседании Прионежского комитета побывала Любовь Трофимова. Сначала, как и положено, утвердили состав комитета и выбрали председателя. Им стал Алексей Лучин. С проблемами Прионежья он знаком не понаслышке. Много лет занимался общественной работой в районе. Дороги, ЖКХ, здравоохранение, образование – все эти сферы нуждаются в деньгах, которых в районе явный дефицит. Мы будем анализировать эти проблемы, мы будем обсуждать с жителями решение этих проблем. Естественно, мы будем добиваться в правительстве республики, чтобы эти проблемы решались в первую очередь. К примеру, в Шуе проблема номер один – строительство крытой ледовой площадки. Интерес к хоккею и фигурному катанию там колоссальны. Занимаются и дети, и взрослые. Решение о строительстве катка принято уже давно. Но чтобы получить федеральные деньги, нужно вложиться и самому району. Также необходимо выделить земельный участок. Решение этих вопросов слишком затянуло, считают жители. Решение о сессии района сейчас имеется о том, что в начале строительства задача комитета будет проконтролировать, в какие сроки и как, и как, какими мерами этого добиваются, всего этого решения. Решить все проблемы не удастся. Члены комитета это отлично понимают. Поэтому их задача выбрать приоритеты. В рамках подготовки к празднованию столетий республики будет выделена серьезная сумма из федерального бюджета. Часть ее получит и прионежский район. Предложений, куда потратить деньги, ждут от общественности. Роль гражданского общества в сегодняшних реалиях должна выходить на первый план. Об этом шла речь и на прошедшем в Москве гражданском форуме Civil G20, в котором участвовало 20 стран мира. Чиновник, он несколько зависим от своего начальства. Предлагая или критикуя что-то, он всегда очень осторожно думает. Представитель гражданского общества не связан этими отношениями. И он может сказать в этом общественном комитете на самом деле то, что он думает. Пока членов комитета немного, порядка 20 человек. Но это ненадолго, уверен избранный председатель. О своем желании участвовать в общественной жизни района уже заявили представители всех поселений. А сейчас коротко о других новостях республики. Александр Худиланин, выступая на Всероссийском совещании по реализации приоритетных проектов в лесной отрасли, призвал пересмотреть нормативы строительства деревянных домов и сделать Карелию пилотной территорией по возведению экологичных многоэтажек. Совещание проходило в Братске под руководством премьера российского правительства Дмитрия Медведева. Музыкальный театр Карелии завершает сезон премьеры. 19 и 20 июня на его сцене пройдет оперета «Сильва» Имре Кальмана. Затем с 25 по 28 июня там же спектакли покажут актеры Малого академического театра. Прославленный московский коллектив представит зрителям спектакли на всякого мудреца довольно простоты и тайны Мадридского двора. Остановка на проспекте Карла Маркса в Петрозаводске с 27 июня будет запрещена. Делается это как для повышения безопасности, так и для ускорения движения, поскольку это позволит двигаться от Куйбышева к Кирова в два ряда. Остановка сохранится на площади Кирова. И сегодня мы спрашиваем у вас, как увеличить пропускную способность Петрозаводских автомагистралей. Заходите на наш сайт сампо.тв и голосуйте. Результаты, как обычно, подведем завтра. Другим темам. Впервые в Петрозаводске для детей из районов республики работает математический летний лагерь. 25, 8, 9 и 10 классников разных школ занимаются математикой, но не по школьной программе, а с преподавателями карельских вузов, которые в первую очередь учат их думать. На одном из таких занятий, посвященном головоломкам, побывала Марина Бетерфас. На этом летнем уроке полная тишина при удивительной активности учеников. Формулы головоломки – тема сегодняшнего занятия в матфатлагере Петргу. На первый взгляд может показаться, что это совсем не связано с математикой. Однако это другая математика, которой нет в школе, но которая учит думать. Тут нет учебников, тут учитель объясняет, приходят преподаватели из Петргу. Я считаю, что это будет полезно. Мы решаем олимпиадные задачи, которые могут встретиться на ЕГЭ и ЕГЭ. Первыми жителями летнего лагеря, который располагается в школе искусств, стали ученики 8, 9 и 10 классов. В основном все они из районов Карелии. Им еще предстоит сдавать госэкзамены, в том числе и по математике. Этот лагерь не направлен на подготовку к ЕГЭ. Но здесь собрались те ребята, которые планируют связать дальнейшее образование с самой точной наукой. Среди них и Софья Алтусарь. У нее предстоящие экзамены вызывают страх. ЕГЭ – больная тема, поскольку не знаешь, чего ожидать. И каждый год наших выпускников удивляют формой задания. Как, например, в этом году некоторые задания были переформулированы, и ученики не все смогли с ними справиться. И действительно, уже несколько лет подряд карельские школьники заметно хуже других регионов справляются с ЕГЭ по математике. Если в этом году экзамен сдавали почти 4000 выпускников, почти 600 из них его не сдали. Преподаватели вузов считают главной причиной такого положения – ошибку в подходе. В школе сегодня учат не математики, а готовят к ЕГЭ. Это, по сути, лишь заучивание формул и образцов. Для математики, на мой взгляд, ЕГЭ – это очень вредно. И учить сдавать ЕГЭ – это не то же самое, что учить математике. Возможно, возникли проблемы как раз у тех, кого учили сдавать ЕГЭ, а не учили математике. Такой летний матфак – лагерь для районов организован впервые. Благодаря Министерству образования и Центру «Ровесник». Из республиканского бюджета школьникам оплачивают питание, занятия, экскурсии. Родители внесли плату только за проживание в общежитии школы искусств. Возможно, положительный опыт станет толчком к созданию таких специализированных лагерей по гуманитарным предметам и иностранным языкам. На этом наш выпуск завершен. Смотрите наши новости также в интернете на сайте сампо.тв. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова